Всем привет! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я перевожу на русский язык новости социально-экономические и политические, то, что происходит в стране Турции, что может быть интересно для иностранцев, людей, не проживающих в этой стране. А в общем, если вы хотите услышать настоящее мнение людей, то, пожалуйста, милости просим на этот канал в раздел новости Турции. Также хочу отметить, что это без претензий какой-либо на журналистику, на выпуск новостей или за первичностью этой информации, что самые свежие и последние новости. В подборку новостей входит информация, которую я лично посчитала интересной, информативной для вас, что может вас, как иностранцев, заинтересовать для людей, например, не проживающих в этой стране. Первая новость у нас будет для россиян. Из-за большого потока иностранцев, которые приехали, получают здесь в ВНЖ, остаются жить очень многие. И у нас увеличился поток в консульство, запись в консульство. Вообще во многие, и не только в российское консульство, во все другие, но мы говорим именно новость про российское консульство. В отделении консульства у нас появилась такая функция, запустили уже. Она на самом деле уже месяц где-то работает, но официально о ней рассказали буквально неделю назад. Но она уже в тестовом режиме работает. Это называется консул прайм. Можете в гугле забить, просто написать консул прайм. Это помощь в оформлении каких-либо документов, сборе документов для визитов консульства. Также можно записаться в консульство через консул прайм. То есть это такая правая рука, помощь при подготовке документов, записаться быстрее в очередь. Это за деньги, отдельная оплата. Консульские сборы, например, оформляете вы паспорт, какие-то документы, детское свидетельство о рождении ребенка любой, я не знаю, реальная какая-то регистрация происходит, это отдельно в кассе оплачивается. А консул прайм это дополнительная оплата. То есть, проще говоря, если вы не можете дозвониться до 100 часов, дописаться на сайт консульства, у вас есть консул прайм, это помощь. Там больше людей на горячих телефонах, на горячей линии, если отвечают на ваши вопросы, помогают, подсказывают по сбору документов, сопровождение оказывают, очередь в консульство. Легально это все официально выдают и так далее. То есть, если вы хотите побыстрее, поудобнее, чтобы ответили на ваши вопросы, заплатите деньги и вам ответить на ваши вопросы, помогут там, не знаю, быстрее записаться, меньше очередь ждать. Из-за большого потока людей огромная очередь. Боже, ну, наверное, допустим, год-два-три назад очередь в консульство два-три месяца была. Это если так фундаментально паспорт менять или там получать гражданство и такое все прочее. Это так было очень долго, проблематично, ну, в районе двух-трех месяцев. Потом, когда началась корона, когда пропускная способность, скажем так, уменьшилась, меньшее могли количество людей, скажем так, обрабатывать, отвечать их запросам, то тогда очень растянулось, типа, а-ля, три-четыре месяца. Сейчас же до полугода запись идет в консульство, то есть, короче, если вы, например, что я часто вижу в интернете, в чатах каких-то, если девушка беременна в положении, хочет родить ребенка, дать ему русское гражданство, то она встает на очередь еще когда она в положении, еще до того, как она родила ребенка этого на свет. Очередь можно брать за полугода вперед. И вот чтобы этих проблем было меньше, была быстрее текучка, вот такая помощь официально организовалась через кассу. Все это не просто какая-то фельдкина контролера. То есть, если кому-то что-то надо было, имейте в виду, россиянин, что у вашего консульства есть консул прайм. У них есть сайт, горячая линия. В общем, если загуглите, вы всю эту информацию найдете. У нас частенько в комментариях под видео о новостях Турции бывают споры, кого же у нас тут больше, каких иностранцев, туристов, россиян или украинцев живет. В Анталии в основном, да, они сфокусированных гораздо больше. Стамбул, скорее всего, на втором же месте. Но, конечно, главный упор это Анталия, Анталийское побережье. Вот у нас недавно выступил мэр Анталии и заявил о том, что на территории официально зарегистрированных, то есть ТОС ВНЖ, это 177 тысяч иностранцев проживают на этой территории. На первом месте это россияне, их 51 тысяча человек, зарегистрированных украинцев 20 тысяч человек. Все остальные, это уже другие какие-то национальности граждан других стран. Это на втором, ну, на третьем уже месте после украинцев, там идут у нас, делят место белорусы, казахи и немцы. Этот спор, скажем так, можно сказать, закончен. Вы понимаете, что больше, чем в два с половиной раза больше россиян все-таки на именно Анталийском побережье проживает. 51 тысяча к 20 тысячам. Турция создала электромобиль, называется он ТОК. И его можно посмотреть, если вы летаете из терминала международных вылетов. Там он стоит как экспонат, можно посидеть, посмотреть, знаете, как вот в салонах на выставках и в салонах автомобильных стоит этот автомобиль в аэропорту Стамбул в Стамбуле. Так что если у вас транзит или вы вылетаете, в общем, пользуйтесь этим терминалом вылета, этаж, который международный вылет, и вы можете там увидеть этот электрокар. Вообще сейчас хочу отметить, что у нас с понедельника, вот с сегодняшнего дня, немножко понижается на меньше, чем 1 лиры, несколько курушек, но все равно бензин, стоимость петроли понижается. Якобы была информация, я вам в прошлый раз рассказывала, что инфляция стагнировалась, она не будет больше расти. И это показывает статистика и официальная, государственная, и неофициальных статистических агентств. У нас все равно подорожание очень многих элементов жизни, питания в том числе, технологий газ и все прочее. На 25-30% будет подорожание газа. Поэтому очень важно, что не дать экономическая встреча России и Турции. И по сути Турция пыталась сбить цену на газ на 25% дешевле, чтобы скидка была. Посмотрим, что результатов пока по этой встрече нет. Но намерене компенсировать таким образом, если будет эта скидка, что хотя бы с января месяца у нас тарифы на газ, бензин, в том числе и питание не поднимались. Из таких новостей, Туркш Аэрлайнс, если пользоваться этой компанией, вот так что капитал Туркш Аэрлайнс достиг максимум своих рекордов за прошедший год 191 миллиард турецких лир. И капитал этой компании составляет даже больше, чем Люфтганзе, например, европейская. Хотя Люфтганзе один из самых популярных перевозчиков, прибыльных на территории Европы. Так что Турция, у нас теперь Туркш Аэрлайнс побили этот рекорд, стоит дороже. Ну, что можно сказать, молодцы. Но это связано с вот этим кризисом полетов, потому что каждый третий по статистике россиянин, который вылетал за 23 год из России, пользовался стамбульским хабом, перелетом, пересадкой. И каждый третий оставался в Турции. То есть каждый третий человек, вылетавший за границу за Россией, оставался в Турции, не летел куда-то дальше, не пользовался только как пересадкой. И за эту неделю прошедшую, двое новости таких политических и при этом социальных, и самые набравшие больше скандальности, популярности. То, что сейчас все обсуждают, на чем хочу заострить ваше внимание. Как всегда, социум и политика. У нас идут предвыборная кампания и гонка, поэтому у нас парламент два месяца встречался, обсуждал бюджеты, планирование экономические на 23 год. Были стычки, но неделю назад была такая стычка, что дрались. Знаете, когда я смотрела эти кадры в новостях, я вспомнила свое детство в 90-е, когда у нас тоже в России дрались, или в других каких-то странах наших бывших СНГ, когда в парламенте переходят на личности, дерутся. Так вот так подрались, что неделю назад одного депутата, члена парламента отправили в нокаут, и он оказался в реанимации. То есть очень серьезно, это угроза жизни. Не помню насчет уголовного дела, завели его или нет, но счет там начали рассматривать, а в общем это будет некое преследование, нанесение вот этих телесных побоев. То есть не просто так, знаете, они подрались, поругались, поматерились, помахались. Нормально так подрались по-настоящему. Он, в общем, отправил в нокаут, один товарищ отправил другого в нокаут. Возбуждено уголовное дело, и не одно, а несколько. Всплыли кадры в интернете о том, что один религиозный деятель, не называется, назовем так, его должность в этой деятельности, когда-то давным-новном, в 2010-х вообще годах, скажем так, заключил брак, ему было 29 лет, с избранницей, которой было, внимание, 6 лет. Здесь уже разница информации. Сначала говорили, что это был религиозный брак, то есть неофициальный никакой, естественно, это было невозможно, но типа сосватали, вот так назовем, да, на русском языке это бы звучало, что посватали. И в 14-15 лет официально выдали замуж, тоже религиозно, официально религиозно, я имею в виду, не по документам в государстве, да, то есть вступление в какие-либо связи. Вторая информация, что уже с 6 лет этот ребенок проживал с этим 29-летним человеком. В чем, собственно, затык в обществе сейчас происходит, почему это, как разделилось общество на две конкретных категории, это просто накал страстей, это и в интернете, все комментарии, в телевидении, ток-шоу, все это обсуждается, очень, никто не остался равнодушным. Все, то есть без исключения, все абсолютно оценивают это как наказание этого человека, кто, скажем так, брачующийся был, да, жених, 29-летний религиозный деятель, что это педофилия, и его нужно судить по этой статье, что это растление малолетних. То есть то, что это должно быть наказано, то есть никто вообще это не исключает. Но общество разделилось. Религиозные люди за то, что да, это надо наказывать, но надо разобраться, как так получилось, а может быть это было в 15 лет, а не в 6, а докажите материалы какие-то, предоставьте доказательства, что было сексуальное насилие над ребенком в 6-летнем. Другая часть общества, нерелигиозная, менее верующая, назовем тогда светская оппозиция, они вообще в принципе поднимают эту историю и говорят о том, что вообще мы считаем, что мы здесь меньшинство, и слишком уж много дозволенные законы типа не работают в отношении наказания религиозных людей, что вообще в принципе какие-то браки в 15 лет и раньше, что они вообще должны быть позволены здесь в обществе, что это не светское отношение, это религиозная история, что вообще такого быть не должно, это все вообще должно быть только по закону, а-ля там назовем так с 18 лет и так далее, ну по согласию и так далее. Ну в общем вы понимаете, да, то есть вообще в принципе должны мы жить по закону, не должно быть двойственных законов государственных и каких-то там религиозных, то есть здесь затык вот на этой почве происходит. Вообще, если мы берем изначально, как эта вся история всполохнулась, как это накопали, эти фотографии, вообще началось это с фотографий, которые опубликовали, и начались эти огромные распри. Ну, естественно, столько лет все это лежало на дне, но не без заинтересованных людей, потому что я вам говорю, выборы скоро, живая, шевелящаяся, назовем так, здесь есть оппозиция. Это вытряхивают максимально грязное белье, компроматы и все, что только можно, абсолютно с двух сторон, абсолютно одинаково друг друга провоцируют. И находятся такие вот элементы, ну, что просто волосы на голове дыбом становятся, честно скажу, эта тема очень... Почему эта тема набрала такие обороты? Потому что эта тема всегда присутствовала в обществе про насилие, законы. То есть она, в принципе, поднимает вот эти нормы этики, морали того, что здесь в обществе происходит, очень много с этим несогласных и так далее. Люди чувствуют себя не в равных позициях, да, что, ну, в последнее время у многих оппозиционеров, кто нерелигиозные, назовем так, но они все равно религиозные, но не супер верующие, да, более светское общество. Они чувствуют себя притесненными, потому что партия, правящая в государстве, очень слилась с религиозным направлением, они объединились, да, и никому не секрет, что очень многие какие-то должности, скажем так, звания, какой-то вес политический имеют люди, которые больше уходят в религию и так далее. Но с другой стороны, если мы тогда разбираемся, когда-то религиозных людей тоже очень сильно притеснялись, вот этого равенства, баланса, чтобы всем было хорошо, раньше не было и сейчас тоже нет. Это просто новая волна, назовем так, новый виток. Но вот этот вопрос распри, он уже давным-давно, десятилетиями был до этого. Это просто такая тема, наболевшая в обществе, которую не затронуть или на которую не сыграть и что-то там не достать, скажем так, не заработать себе политические очки, просто невозможно. Поэтому этих тем касаются. Если мы сейчас берем просто средства общества, да, все за то, что это не окей, не нормально, надо наказывать, надо садить. Но в 2012 году, когда эта тема уже всплывала на поверхность, это не было супер там секретом, но не общественность огромная, да, были попытки возбудить уголовное дело, это замяли. Тогда вот к чему претензия светского общества, что почему из-за того, что это религиозный человек в этом замешан, у него есть там определенный статус и ран, кому-то с рук сходит. Такой же преступник, это преступление и насилие над ребенком. Вот тут сама претензия, почему мы здесь не равны в обществе. И сейчас возбудили уголовное дело против, естественно, участников, против этого мужчины. Сейчас, кстати, уже девушка, это совершеннолетняя, и 24 года. Против этого мужчины, против ее родителей и родственников, которые это позволили, которые тогда несли юридическую ответственность за ребенка. И против прокурора, который когда-то в 12 году отказал в возбуждении уголовного дела, когда кто-то там, я не знаю, это особо там мраком, скажем так, нет конкретизации, чтобы тут сейчас, это острая ситуация, чтобы не началось там фамилий, имен особо нет. Чтобы не началось, сама суда, короче, просто говоря, не было, да, люди сами не начали наказывать, как считают нужным. Тут они такие вспыльчивы, за ними это может, скажем так, быть, можно ожидать этого. То есть фамилии там конкретные, там не называются, города и все прочее, какие-то места жительства, нет определений вот этих, просто в общих рамках, это все секретно. Так вот, и над прокурором, кто когда-то в 12 году отказал в возбуждении этого уголовного дела, на него тоже завели сейчас проверку уголовную. Все очень внимательно следят за этим процессом, что происходит в обществе, это прям неделя последняя, это все вот об этом только говорят, возмущаются, переживают на эту тему. Ну, в общем, нелегкое, скажем так, время сейчас и на политическом небосклоне страны идет борьба, и я уверена, я вам до этого раньше говорила, прогнозировала, это очевидные факты, что этого будет только больше. Чем ближе к выборам, тем будет накаляться атмосфера, обстановка, и каждый будет стараться завоевать к себе, скажем так, голоса, голосующих. Особенно, конечно, борются за молодое поколение, которые будут голосовать в первый раз, это несколько миллионов человек. Вот такие новости Турции в данный момент. Еще напомню, что я не журналист, без претензий какой-то на индивидуальность, на профессионализм, это мой личный блог, и я просто перевожу на русский язык новости, которые у нас происходят здесь в Турции. Рассказываю для людей, подборку такую новостей делаю, которые могут заинтересовать иностранцев, планирующих приехать, например, в Турцию. Или которые интересуются обстоятельствами дел, социумом, обществом, вниманием людей, что здесь у нас происходит в Турции. Перевожу это на русский язык для, скажем так, иностранцев, которые в этом заинтересованы. Спасибо вам всем большое за внимание. В инфобоксе под видео я оставляю свою почту. Я психолог. Если вам нужна психологическая консультация, вы можете мне написать, мы встретимся с вами в скайпе. Спасибо за внимание. Всем пока.